Всем привет, это FreeStudio21.com И мы продолжаем тему Past Simple Вопросы и отрицания Точнее уже просто отрицания О вопросах уже Вопрос закрыт Это уже третья часть Мы рассмотрели вопросы обычные Мы рассмотрели вопросы к подлежащему Мы рассмотрели вопросы С вопросительными словами Без вопросительных слов И так далее, и так далее Вопросы с to be, вопросы без to be И теперь мы плавно переходим к теме отрицания Negative, иными словами Я бы не сказала, что это такая проблемная тема Я считаю, вопросы это намного сложнее Возьмем такой пример Martin worked as a manager in 2008 То есть явное прошедшее время Все нормально И у меня вот мое сказуемое Вот мое действие Вот мое подлежащее Главный герой предложения Мне надо сказать, что Мартин не работал менеджером в 2008 году Как это сделать? Если мы посмотрим на вопрос То мы увидим, что Когда у меня ставится вопрос У меня появляется вспомогательный глагол А я помню, что отрицание Тоже делается обязательно со вспомогательным глаголом Потому что у меня будет not сейчас И мне надо куда-то его поставить Not не гуляет сам по себе Он ставится только рядом со вспомогательным глаголом И здесь у меня вспомогательный глагол Деть Вот здесь Вот здесь Значит мне сейчас, по-видимому, нужно будет поставить вспомогательный глагол Деть И так оно и есть То есть первое слово я переговариваю или переписываю Мартин Это подлежащее А дальше не работал Мне надо сказать Поэтому здесь я обязательно поставлю вспомогательный глагол Did Not Отрицательная частица Дальше у меня основной глагол Work И обратите внимание, что у меня происходит Здесь у меня стояло окончание It Здесь у меня уже оно не стоит Поскольку оно ушло вот сюда Это мое прошедшее время И оно ушло на вспомогательный глагол А дальше все то же самое As a manager И все такое То есть при отрицании на первом месте или на первой позиции, как угодно У меня должен быть subject То есть мое подлежащее Главный герой моего предложения Это первая позиция Дальше у меня обязательно При любых обстоятельствах Не важно, какое у меня подлежащее Большое, маленькое Из одного слова, из пяти слов В первом лице, в третьем лице Во множественном числе, в единственном числе Не суть, важно У меня обязательно будет did not Или didn't, по-другому говоря Если сократить, то это будет didn't Это не, по сути, то, что мы говорим не Вот это не, это и есть didn't Вспомогательный глагол и отрицательная частица not Дальше у меня будет основной глагол Или сказуемое И здесь нужно помнить, что он будет без it Это очень важно Если это неправильный глагол, то он будет в первой колонке таблицы неправильных глаголов Если это правильный глагол, то он будет без it А дальше все остальные слова И все, дело сделано Вот это и есть отрицание в прошедшем времени Единственное, что здесь еще может быть Если у меня не просто отрицательное предложение Если у меня ответ на вопрос Особенно на общий вопрос Типа работал ли Мартин менеджером в 2008 году Если у меня ответ будет нет Тогда у меня обязательно еще в начале будет стоять слово no Если хотите на нулевой позиции Его не обязательно ставить Более того, обычно его не ставят Но, тем не менее, чисто теоретически оно может быть И никто не запрещает, никто не говорит, что этого ставить нельзя Можно, если у меня ответ, опять же, если у меня ответ на вопрос Поэтому, если такая ситуация То мне можно еще поставить no Возьмем еще один пример Почти то же самое все Мартин Но дальше я вместо действия поставлю глагол быть Was a manager in 2008 У меня здесь нет действия У меня опять этот мой особенный и уникальный глагол быть Мы помним, что глагол быть сам себе вспомогательный Если посмотрим, если сейчас мы вернемся к теме вопросов С глаголом быть Мы увидим, что вот у меня was По большому счету никуда не уходит Никак не меняется И вообще мое предложение не меняется, по сути Но у меня может меняться порядок слов Но не более того И did в этом случае у меня не появляется Это надо помнить Поэтому, если у меня будет отрицание Вот с was или were У меня будет такая картина Мартин И далее was not или wasn't Это кому что больше нравится А дальше я переговариваю все то же самое A manager и так далее И так далее И дело сделано То есть у меня was сам себе вспомогательный Никаких did не появляется То есть всего ничего Мне нужно просто после него поставить not И все То есть если я нарисую схему здесь Отрицание Если у меня to be Тогда у меня опять же на первом месте будет subject Подлежащее Ему вообще все равно Далее будет стоять was not Или же его близнец were not Или же их сокращенные варианты Wasn't weren't Это не суть важно Это вторая позиция А дальше все остальные слова И вот дело сделано То есть когда у меня появляется быть Ситуация у меня упрощается Ясное дело что опять же Если это будет ответ на вопрос И если вопрос до этого был общий Например Was Martin a manager in 2008? Был ли Martin менеджером? Тогда у меня конечно может нарисоваться еще no На нулевой позиции Но нужно помнить что это скорее исключение Чем правило Таких предложений довольно мало встречается Вот такое вот отрицание в past simple Все довольно таки просто И самое главное что все по правилам Никаких исключений Никаких особенностей Ничего такого Самое сложное это общее правило Где нужно помнить что у меня основной глагол Должен становиться в настоящее по сути время И должен обязательно появляться did not Или did как угодно Вот это вот самое страшное и самое сложное Ступи все достаточно просто Здесь просто взяли поставили not рядом И дело сделано Поэтому эту схему просто нужно запомнить Ее нужно всегда держать в голове Когда я говорю отрицательные предложения в прошедшем времени И будет вам счастье Напоминаю что скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео Равно какие ссылки на первые две части Там где было о вопросах в past simple Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!